Девушки отдыхают Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире радио Центра Сангейтс и у микрофона ведущий программы «Культура неподвластное времени» Михаил Мелехов. Сегодня в студии специалист Центра Сангейтс по вопросам питания и здорового образа жизни, холистик хеллскоуч Маргарита Борт. Добрый вечер, дорогие друзья. Я хочу еще раз подчеркнуть, что сегодня пятница, а это значит, что завтра выходной и послезавтра тоже выходной. Поэтому настроение у всех замечательное, приправдали? 847-22-699-56 телефон. Ну и мы также принимаем вопросы по скайпу. Это Сангейтс, солнечная ворота, есть на конце 1-08. Да, сегодня пятница, сегодня день Венеры. Я хочу сказать буквально пару слов. Сильная Венера в гороскопе приносит пользу любому человеку. Она свидетельствует о способности дарить любовь и об утонченном вкусе, о красоте и чистоте. Эта планета укрепляет жизненные силы, неся в себе энергию счастья. Но вот пораженная Венера – одна из самых больших проблем, с каким только можно столкнуться. Она внушает привязанность к формам, заставляя забыть о сути. Эта низшая сторона венерианской энергии очень ярко проявлена в культуре с ее акцентом на чувственных удовольствиях. Даже та часть энергетики Венеры, которая относится к сфере художественного творчества, в наши дни, к сожалению, выражается преимущественно на низшем уровне, о чем свидетельствует массовое пристрастие к громкой музыке, к различным кричащим цветам и шоу-бизнесу. Но чтобы преодолеть Венеру как любовь к формам, нужно открыть для себя Венеру как любовь к истине. А для этого необходимо постигать глубинную природу любви и не принимать привязанность к внешнему блеску за истинную любовь. Ну, если кто-то хочет узнать, что со всем этим надо делать, звоните, я вам расскажу. Ну, а поскольку Венера все-таки это в основном женская природа, то сегодня тема, это открытие, одна из тем, это открытие в Чикаго женского клуба. Поэтому слово сейчас председателю клуба Маргарите. Расскажите, как у вас там стоят дела с вашим клубом. Вот обязательно расскажу буквально через минутку, только хочу добавить, что за Венеру у нас в нашем энергетическом теле отвечает вторая чакра. То есть, если вторая чакра в балансе, она раскрыта и все с ней хорошо, то тогда творческие способности у этого человека развиты на полную катушку. У нас вчера состоялось первое заседание нашего клуба, который мы назвали «Лотос сердца». У нас было немного, нас было, так сказать, мало, но мы были в тельняшках, мы в очень теплой и уютной обстановке провели время, поговорили на самые различные темы, которые волнуют женщин. Как так получилось, обсудили некоторые организационные вопросы. Потом мы медитировали, опять же, медитировали на чакре. И, в общем, был интересный, удивительный опыт у пары наших женщин, потому что это, в общем-то, медитация у них случилась впервые. Они не знали, что, они, в принципе, представляли, что это такое, но никогда раньше этого не делали. Поэтому я думаю, это будет очень хорошо, если к нам будут присоединяться и те, кто хочет понять, разобраться в себе, разобраться, что же такое медитация, разобраться во многих других истинах, которые волнуют нас, женщин. Вообще, на самом деле, для женщин, я так думаю, я просто предполагаю из своего собственного опыта, что для женщин одним из главных элементов для настоящего женского счастья является что? Является внимательный, заботливый, покладистый, сильный и горячо любимый муж. Солнце. Да, обязательно, чтобы он был солнцем. А если он еще не только ходит на работу, ну, может быть, на рыбалку, а еще и дома помогает, ну, это вообще просто супер, о ком только можно мечтать. Потому что в наше время женщина не только хранительница очага, но и с успехом зарабатывает деньги и делает карьеру. И когда она уставшая приходит домой, ее ждет еще и приготовление ужина, уход за ребенком и всякие там остальные бытовые дела. И почему бы ей не помочь? Почему бы не проявить искренность и любовь и уважение? И это будет самый-самый жирный плюс вот к тому самому женскому счастью. Да, наверное. Кстати, интересно, что действительно женщины, во всяком случае, вот, судя по тому, как они регистрируются на какие-то мероприятия, вот, в частности, лекции, которые проходят и у нас, в том числе, в центре, в основном, как раз-таки, это практически 80, наверное, процентов женщин. В частности, вот, нет, не завтра, послезавтра у нас будет интересная лекция с Эльдаром Атамовым, энергетическим хиллером. Ну, вот, зарегистрировалось достаточно уж много людей, но мужчин, по-моему, несколько человек, только было два или три человека из мужчин. В основном, женщины. Почему, Маргарита? В наше время так уж случилось, и так уж происходит, что женщины больше открыты к тем знаниям, которые, во всяком случае, предлагаем мы в нашем центре. Ну, а чем это связано? Больше связанных духовностей. Как ты считаешь, чем это связано? Что они более духовны, чем мужчины? Нет, они больше просто открыты, они открыты, их сердце больше открыто. Женщина, она живет эмоциями, а вот эти знания, они как раз ближе к тому, ближе к сердцу, я бы сказала, а не к уму. А мужчины у нас больше живут умом, головой. Нравится думать. Думают, 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 может, что-нибудь и придумают. Вот, кстати, насчет ума. Интересно, у нас была программа, пару дней назад была программа, посвященная молоку. И вот после этого мы получили много звонков к нам в передачу, вот, насколько я знаю, были звонки и в другие передачи. Я хочу сказать, что есть одна сторона этого напитка, о котором люди не подозревают. Это, кстати, имеет отношение как раз к уму. Молоко дает человеку разум. При помощи молока происходит очищение тонких тканей головного мозга, как ни странно. Вот, эту часть не все знают, будем так говорить мягко, врачи. И вот, иными словами, это дает разум. Ну, а поскольку, к сожалению, никому не надо, чтобы человек был разумным, Ну, поэтому вот так, таким образом молоко переводят в формат пищевых продуктов и начинают делить его там на все составляющие, и, соответственно, жиры, и все, которое очень вредное, и так далее, и так далее, и так далее. А можно я, с твоего позволения, продолжу говорить о том, что это такое женское счастье? Пожалуйста, продолжайте про женское счастье. Потому что эти все вопросы мы будем обязательно обсуждать в нашем женском клубе. Окей. Так вот, женщине для счастья необходимо, просто необходимо, чтобы мужчины дарили комплименты, сюрпризы, неожиданности, и, конечно, имели чувство юмора. Потому что эти мелочи жизни, и никак не может обойтись ни одна девушка без вот этих мелочей. И тогда она, может быть, будет чувствовать себя более счастливой. Ну, есть еще самый простой способ подарить ей частичку счастья без особых усилий. А просто похвалить ее новый наряд или прическу. Обратить внимание, что она сегодня такая замечательно выглядящая. Подарить ей что-нибудь недорогое. Например, букет цветов. Кстати, какой сегодня цвет роз надо предположительно дарить женщине? Ну, сегодня желательно дарить, скажем так, ну, цветы, понятно, каждый день, но сегодня самый благоприятный день для подарков в виде бриллиантов. А-а-а. Да. Вот сегодня день Венеры, и вот сегодня можно дарить бриллианты. Это замечательно. То есть я представляю, что будет с женщинами, если муж будет или друг будет приносить каждую пятницу бриллиант. Да. Один и тот же причем. Еще бы было неплохо пригласить вот сегодня жену или свою даму куда-нибудь прогуляться. Кто же еще женщине и так необходима для полного счастья? Конечно же, самореализация и самодостаточность. Наверняка у каждой девушки или женщины есть хобби или увлечение. А если она еще и приносит прибыль, а если это все еще и с удовольствием, тогда женщина будет ощущать себя состоявшейся и счастливой. И сейчас для прекрасной половины важно чувствовать себя независимой. Поэтому карьера и финансы ей крайне необходимы. Независимо от того, есть у нее муж или нет у нее мужа. Или она одинокая, или у нее... В любом случае, в любом случае она хочет чувствовать себя независимой. И эти вопросы мы тоже будем обсуждать в нашем женском клубе. Как иметь работу, которая кроме того, что она приносит деньги, но чтобы она еще и нравилась. Здоровье близких и родных. Как же это важно? И если в семье все складывается отлично, и никто не болеет и не страдает, тогда женщина может спокойно заниматься собой. Потому что женщина, она у нас эмоциональное творение Бога. И мысли о боли и о родном человеке, о его мучениях просто не дают спокойно развиваться и двигаться дальше. Я думаю, что это очень серьезные вопросы. Мы обязательно будем о них говорить. Вообще, мы будем обсуждать совершенно разные темы. Кстати, вот вчера в разговоре так уж случилось, что мы заговорили об одном человеке, который очень сильно болен. И как-то, в общем-то, так довольно было грустно. И вот одна женщина задала вопрос. Ну как же так? Почему так часто происходит, что из жизни уходят чаще всего хорошие люди и очень часто в молодом возрасте? В общем, ей было трудно понять, что это зависит от кармы, это может зависеть от того, что мы что-то натворили даже в прошлых жизнях. Не так, наверное, это очень глубоко сейчас об этом говорить, особенно в пятницу. Ну, так оно и есть, да. Но действительно, об этом говорить мы об этом будем говорить отдельно в передачах. Марита, расскажи, а что еще, какие у вас там будет активити, так сказать, чем вы будете еще заниматься, кроме обсуждений? И почему люди туда, допустим, будут приходить? Чем будет этот клуб отличаться от каких-то других клубов или просто посиделок, я знаю? Потому что мы обязательно будем приглашать специалистов, которые будут раскрывать нам глаза, раскрывать нас, развивать нас и показывать нам, рассказывать нам различные темы. Ну, темы, которые я уже назвала, и в первую очередь это о нашем женском счастье. Люди к вам приходят, записываются, допустим, и становятся членами этого клуба. Какие бенефиты они получают, став членами, если вообще есть такие бенефиты? Обязательно есть. Будет возможность принимать вот наши кристаллические, сеансы на наши кристаллические установки в два раза в месяц совершенно бесплатно. Будут различные скидки на мероприятия нашего вообще центра. То есть будет скидка на различные товары, которые у нас будут продаваться, а также на лекции, мероприятия, которые будут у нас проходить. Но также я думаю, что мы в дальнейшем будем устраивать какие-то выезды, может быть, даже будем путешествовать. Куда? В Индию? Много-много. Нет, кстати, намечается поездка в Бразилию, но об этом, я думаю, мы поговорим чуть позже в наших последующих передачах. Да, о Бразилии это отдельная вообще тема. Кстати, о Бразилии буквально два слова. Ну, наверное, многие уже знают о том, что мы бывали в Бразилии неоднократно, и в офисе стоит эта установка оттуда привезенная, кристаллина знаменитая. Ну, а вот именно тот spiritual hospital, вот этот вот госпиталь спиритуальный, который находится там в Абаджане, это там, где люди имеют шанс действительно открыть свое сердце, получить любовь и получить исцеление. Именно в этой связи открывая свое сердце и открывая свое сердце именно для любви. Другому человеку, ну, скажем, к высшим силам, не знаю, как только к этому относятся, ну и так далее. Но у нас будут отдельные программы, потому что эта тема очень и очень серьезная. Уже несколько делегаций поехало туда, так сказать, и некоторые уже несколько раз даже ездили туда, буквально за вот последние полтора года, вот с тех пор, как мы начали туда ездить. А, Рита, ну вот эта кристаллина, кстати, ты говоришь, члены клуба, они будут получать два раза в месяц бесплатные сессии. Но у нас, по-моему, я читал, ты сама, кстати, об этом говорила, что сейчас идет акция, где 50-процентная скидка предоставляется вообще всем, по-моему, да, вне зависимости. Только новым тем, кто еще никогда не имел возможности принять вот такую. Ну, расскажи буквально, сколько там надо, сколько сессий надо принять, сколько там минут надо находиться в течение одной сессии, какие есть варианты там? Можно быть под кристаллами 20 минут, 40 минут или час. Это максимальное время на создание в день, да? Происходит полнейший баланс, и тогда самочувствие намного улучшается, и наблюдаются очень хорошие эффекты. А потом можно это делать более-менее регулярно, раз в неделю, раз в две недели, три недели, просто для того, чтобы поддерживать себя вот на таком хорошем уровне. Понятно, хорошо. И это все бенефиты, которые люди получают, которые, женщины имеются в виду, те, которые записываются в этот центр, да? Да, да, мы будем... Самый главный бенефит, что мы хотим помочь, помочь женщинам, помочь нам самим всем развить свои духовные возможности, развить, открыть себя, открыть в своем сердце лотос любви, стать еще лучше, еще красивее, дарить любовь себе и окружающим. А скажи, вот ты не планируешь, вот там только женщины, допустим, да? Ну вот, допустим, не все готовы открыть, как ты говоришь, в свое сердце и рассказать в присутствии других людей. А ты планируешь делать какие-то индивидуальные сессии, да, с ними, если все-таки возникнет в этом необходимость? Конечно, конечно, при необходимости, при желании, и мы будем, я буду давать индивидуальные консультации, индивидуально беседовать со всеми, кто захочет, кто захочет рассказать что-то о себе, и ему нужна будет какая-то конкретная помощь. Только примем последний звонок на сегодня в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хотела бы узнать, вот в понедельник, во вторник, на следующей неделе, А можно прийти к вам вот на эту кристаллину, попробовать полежать там? Конечно, можно. Позвоните мне, пожалуйста, вот после эфира в любое время по телефону 847-345-0988, и мы сделаем с вами, назначим встречу. Одну секундочку, пожалуйста, повторите еще раз. 847-345-0988. 0-988. Хорошо, спасибо. Спасибо вам.